Раздался второй звонок и зрители занимают места в зале. Буквально через несколько минут начнется концерт Щелковского духового оркестра. Музыканты представят зрителю его величество романс. Лиричный и душевный, звонкий и яркий. Все это про него, романс такой разный, но перепутать его с другим жанром трудно. В нашем концерте он будет представлен более широко. То есть это будут не только те классические романсы, которые мы представляем под фортепиано. Грустные, как правило, какие-то такие лирические. Также будут более зажигательные романсы, будет ярко представлена цыганская тема. Более того, некоторые произведения, романсы, которые у нас как бы считаются, некоторые считают их романцами, а некоторые считают их народной песней. Будут представлены в более современных таких эстрадных обработках. В этом жанре переплетаются разные культуры. И уже само название романс говорит о его происхождении. В 15 веке испанцы считали романцем любое стихотворение, написанное на романском, не латинском языке. Так появились песни, баллады, и романц перекочевал во Францию и Германию, а затем добрался и до России. Здесь он приобрел свое звучание – лиричное, мелодичное, уникальное. Однако на этом развитие жанра не остановилось, и романц стал приобретать иные черты. Возможно, еще и потому, что музыка всегда отражает времена. Многие известные произведения были написаны в начале 20 века. И это городской, цыганский, жестокий романс. Позже жанр подвергся гонениям, как буржуазный, но сегодня романс и лирический, и жестокий продолжает жить. Без него, кажется, невозможно представить музыкальную культуру России. И нисколько мы с тобой не постарели, Только головы немножко поверили. Только раз бывает в жизни встреча, Только раз судьбой рвется и... Программу «Духовой оркестр» готовил в течение месяца. Некоторые произведения входят в постоянный репертуар коллектива. Но есть и новые композиции, аранжированные специально для концерта. Номера не оставили равнодушным зрителям. Выходной день все-таки, и такой светлый праздник, И мы решили немножко отдохнуть. Мы ходим ежемесячно на концерт нашего оркестра. Нам очень нравится. Прекрасные артисты, солисты. Мы с удовольствием ходим. Получаем большое удовольствие от пребывания здесь, И от созерцания нашего хорошего оркестра и хороших голосов. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...